добрый день дорогие зрители меня зовут стас я снова рад вас приветствовать на канале prime st редакции prime st в инстаграме как многие из вас знают мы запустили серию прямых эфиров с нашими замечательными авторами для того чтобы вы не скучали на карантине знакомились новой полезной информации делали всякие полезные практики сегодня у нас как никогда свободно я тема сегодня мы поговорим о том как справиться с паническими атаками и тревогой в непростые времена мы пообщаемся с алексеем красиковым психологом экспертом по эмоциональным расстройствам и стрессоустойчивости основателем школы эмоционального интеллекта и автором бестселлеров неврозы мегаполиса и самопомощь при неврозах так сейчас мы подключим алексея подключение здравствуйте алексей добрый день станислав как меня слышно типичная фраза для самоизоляции да у вас нетипично хорошо слышно обычно все хуже слышно а я вот знаете меня самоизоляция смотивировала улучшить качество микрофонных соединений потому что в общем это такая позитивная штука приходится много работы дистанционно сейчас особенно и в общем мне так пришлось разобраться в теме микрофонов вот этого всего дела спасибо это очень хорошо да потому что слышно прям вот не как никогда а давайте тогда наш традиционный секретный вопрос сразу задам карантинный вопрос поделитесь с зрителями откуда ведете трансляцию если не секрет не секрет я уже шестой год онлайн работаю из дома у меня отдельный кабинет на втором этаже и я здесь заперт в этом смысле здесь только я и я веду здесь приемы по skype уже как я сказал много лет пришлось всех очных клиентов кто приезжал в офис в москве перевести временно на skype для многих кстати это была диковинка потому что даже люди скажем так востребованных профессий они первый раз столкнулись со skype они первый раз столкнулись дистанционным консультированием или дистанционной формой совещаний и отчетов поэтому в этом смысле я думаю что для многих было полезно я как я вот на менять никак не сказалось я вот что я вел там два раза в неделю персональные занятия что теперь я веду их 5 раз в неделю 5 дней в неделю ничего не изменилось а по поводу географии можете поделиться вы из россии ведете сейчас просто откуда только не ведут актеры да я я из подмосковья я из красногорска из химок можно сказать да здесь местный местный я здесь родился я родился в городе химки но хорошо то есть все наши в эфире но давайте тогда перейдем делу понемногу поделимся со зрителями что наше издательство в рамках новой актуальной серии сидим дома читаем книги выпустила новинку ваших ну как я понимаю обновленную версию книги стоп тревога быстрый способ успокоить нервы и снять тревогу когда вокруг паника это отдельный кризисный проект который сделала команда менеджеров издательства мы сделали вот такие небольшие работы до которые то есть это небольшой фундаментальный монографический труд это небольшая прикладная работа которая достаточно быстро и коротко даст фундаментальный ответ именно вот вопрос таких острых именно карантинных вопросов тревожности то есть вот прям вот остро и локально без всякого вот налево направо да есть такое дело а может быть тогда сразу делу поделимся с нашими зрителями пока не в рамках книги бесплатно а чем поделиться вот я могу поделиться всем что хотите у меня много вот чего я могу рассказать мы ограничены во времени эфира я так понимаю но я готов до утра делиться какой же он быстрый способ успокоить нервы и снять тревогу самый быстрый самый быстрый способ успокоить нервы и снять тревогу это перестать себя беспокоить и себя тревожить это гарантированный способ избавиться от тревоги избавиться от страха перестать себя тревожить вы знаете мэм такой есть стапы может быть вы видели в инстаграме или ютюбе приходит женщина к психологу это у меня вот проблемы я себя беспокоен стапы перекратите делать это она говорит но у меня там паника у меня депрессия я вам скажу сейчас очень важные слова которые вы должны себя повторять вот по большому счету это в этом иронии есть очень много смысла а если отвечать серьезно на ваш вопрос то смотря какой тревоги и каком беспокойстве идет речь но фундаментально нужно понять как я это делаю вот я рекомендую всем слушателям и читателям всегда задаваться одним критическим вопросом как я себя тревожу как я себя пугаю как я себя беспокою как я себя депрессирую как я себя злю как я себя ревную как я себя стыжу то есть вот этот вот возврат как я это делаю это очень важно с точки зрения терапии критического мышления потому что большинство людей в основном считают что их кто-то бесит что их значит тревожит ситуация ситуация сама по себе тревожная на самом деле это неправда я хочу чтобы все зрители и читатели фундаментально поменяли парадигму в голове я себя тревожу даже если у вас бессонница и вы там беспокоитесь по поводу экзамена или работы вы себя тревожите какая бы ситуация не была вот это с я бы начал а как это приспособить в рамках самой злободневной темы то есть многие люди же думают что коронавирус их тревожит вот как им голове своей адаптировать коронавирус тому что это они сами себя тревожит надо задаться вопросом вопрос же не в коронавирусе а вопрос в последствиях мы всегда боимся не экзамена мы боимся не коронавируса мы боимся не самоизоляции мы боимся не потерять работу мы боимся не змеи мы боимся не самолета мы боимся каких-то последствий мы даже на свидание боимся не идти не пошли на свидание боимся идти мы боимся какого-то последствия поэтому вторая рекомендация очень важно всегда уметь критически опять же заглядывать вперед. Если я боюсь коронавируса, не надо останавливаться на этом, надо задать себе вопрос, окей, какие последствия я боюсь? Я же боюсь не самого коронавируса, я боюсь каких-то последствий. И тут надо взять лист бумажки и начать с собой вести такую шизофреническую беседу на бумаге. Что конкретно я боюсь? И в ряде случаев мы увидим, что я боюсь там заболеть, тяжелой формой и умереть. Даже вы этого боитесь на самом деле. Вы не этого боитесь. Вы говорите, нет, я боюсь не заболеть тяжелой формой и умереть. Я боюсь каких-то других последствий. А что будет, если я заболею тяжелой формой и умру? Я оставлю детей без там помощи. Я не успею реализовать свои проекты. Я не успею там доказать маме и папе, что я вообще на что-то способна. Ну и так далее. То есть вы всегда должны критически задавать себе вопрос вперед. Почему я коронавирус интерпретирую как угрозу и опасность? Тогда вопрос чего? Я боюсь, что я из-за коронавируса не хожу в ресторан и в кафе. Ну и как тебе это сильно тебе угрожает? Это угрожает моему привычному образу жизни. Да, это правда. Ты испытываешь тревогу и напряжение, потому что у нас в физиологии, да, Станислав, есть такой очень важный момент, который тоже нашим зрителям надо объяснить и пояснить, напомнить, что есть такое понятие в высшей нервной деятельности, как психические рефлексы. И в понятие психические рефлексы входит такое понятие, как выученная форма поведения, да. И вот, например, представьте себе, что вы выучили, вот я на себе это могу показать сейчас, как это выглядит. Хотите вот на себе пример? Я каждый вечер, я каждый вечер сажусь в машину, сейчас на карантине, да, и еду в магазин, который находится неподалеку от меня. Но там не нужно пропуск делать, потому что я живу там по территории, в которой как бы, ну там, можно передвигаться таким образом. И я сажусь в машину, приезжаю в магазин, покупаю какие-то продукты, и я несколько дней ловил себя на мысль, что я приезжаю в магазин, я покупаю продукты, понимаю, что они мне не нужны. То есть, идите по привычке. Да, абсолютно верно. И очень часто, а вот если бы я вечером остался дома, я бы начал испытывать дискомфорт. Мне бы было как-то дискомфортно. Почему? Потому что нарушена привычная рефлексорная дуга. И вот нарушение привычных рефлексорных дуг в нашей психике вызывает очень сильное напряжение, которое надо осознавать. Поэтому многие на карантине еще напряглись, потому что просто привычный образ жизни разрушился. Сейчас начнется, Станислав, самое забавное, когда карантин, значит, отменят, у нас начнутся новые привычные. То есть, была одна ломка, перестройка, сейчас у нас за полтора месяца, как мы знаем, рефлексы разливаются некоторые, разовьются другие привычки. Сейчас мы выйдем на работу и начнется вернить опять карантин, что-то как-то ломает, что-то вот дома, куда ехать утром, а было так хорошо из дома, по скайпу, а теперь этот офис. Давайте карантин ведем пожизненно. Вот это было бы, конечно, да. Поэтому здесь надо задаться вопросом, что кого беспокоит, потому что, поверьте моему опыту, людей, а точнее, поводов, поводов для беспокойства беспокойства у людей настолько много, они могут настолько обширно придумывать себе поводы, считая их абсолютно серьезными к беспокойству, что мы с вами, я боюсь, что за всю жизнь их не исследуем. Ну, а все же, если человек вот нашел поводы, понял причины своего беспокойства, но беспокойства никуда как бы не делать, что ему делать? То есть он выписал все? Да, давайте пройдемся тогда по алгоритму, да, и вот у нас есть ситуация, я себя тревожу, вот вы сидите дома, у вас есть беспокойство. Первое, вы должны себе сказать, я себя сам как-то беспокою, окей, берете лист бумаги, начинаете выписывать, какие последствия я себе рисую, которые я вижу как опасные. В голове держим фразу или тезис, мной управляет только то, что я не могу допустить. Давайте его перефразируем ее. Я беспокоюсь только от того, что есть что-то, что я не могу допустить. Ваша стратегическая задача найти то, что вы не можете допустить в последствиях. Например, я потеряю работу, и это недопустимо, потому что, или я заболею, и это недопустимо, потому что, или мои родственники, или мои дети, там, мама, папа, дедушки, бабушки заболеют, и это недопустимо, потому что. То есть, вы должны найти то недопущение, из-за которого вы и беспокоитесь. Вот тогда у вас уже будет на листе конкретная ситуация. Например, я иду на свидание, ну, грубо говоря, и беспокоюсь. Чего я не могу допустить? Я не могу допустить, что я не понравлюсь. Почему я не могу этого допустить? Потому что, если я не понравлюсь, грубо говоря, это докажешь, что я какой-то там, или какой-то плохой. Или с коронавирусом. Меня беспокоит эта ситуация, потому что меня уволят, меня сократят, или я буду рождаться в деньгах, или моя бабушка заболеет. То есть, вы должны видеть последствия. Когда вы увидели последствия, то есть, почему этого не должно допустить, почему вы этого не допускаете, там есть два очень таких интересных вопроса, о которых я говорю на своих занятиях часто. Почему я не могу этого допустить? то есть, смерть, не успела, уволят, подумают плохо, не успею. Почему? И там будет два момента. Либо потому, что вы считаете, что это доказывает что-то, либо потому, что вы считаете, что это угрожает чему-то. Вы должны увидеть, например, доказывает ли это, что я неудачник. Ну, например, я беспокоюсь, что коронавирус отбросит мой бизнес или мы уйдем в минус, доказывает ли это, что я плохой предприниматель, доказывает ли это, что все пошло коту под хвост, доказывает ли это, что я там глупый и неудачник, или настолько ли это угрожает, серьезно ли это. То есть, вы должны всегда начать с собой вести диалог. Это очень коротко по методологии. То есть, вы должны всегда разбираться внутри себя о недопущениях, какие недопущения я вижу в голове, что меня вызывает беспокойство. Почему я этого не могу допустить? И вот весь терапевтический процесс, он заключается именно в том, почему я не могу этого допустить. Ну, а если, допустим, человек-ипохондрик, например, он действительно боится заболеть и умереть? Ну, про ипохондрию мы можем с вами вообще до утра, потому что ипохондрия – это очень простая история. Для многих эта история кажется трагичной, но на самом деле я вам сейчас за две минуты объясню, что такое ипохондрия. Но представьте себе, что у вас есть головной мозг. Я не знаю, видно? Наверное, не очень. Да, да. А я сейчас на беленьком нарисую. На беленьком будет лучше видеть головной мозг. Мозги на белом листе, они как-то более яркие. Значит, вот головной мозг. Ну, похоже. Да, ну, представим. Значит, представьте себе, что у человека есть определенные дистрессоры, да, он себя, помните, мы говорили, что я себя сам стрессую, я себя депрессирую. Ну, представьте себе, что молодой человек или девушка постоянно депрессирует и стрессирует себя определенными обстоятельствами, связанные с личной жизнью, непринятие решений, уйти-не уйти, сложная ситуация зависимости в отношениях от финансов, от родителей зависимости, зависимости от чьего живого мнения или ситуация в жизни так произошла. В общем, какая-то зона мозга у нашей с вами, значит, клиентки, да, она подвергается определенному напряжению, причем очень часто клиенты это не осознают. И есть понятие высшей нервной деятельности как доминанта. Ее открыл Алексей Алексеевич Ухтомский, да, это вот научная работа и наш академик можно сослаться вот туда, что это не красник сидит в Красногорске, такой нам рисует головной мозг. Это, возьмите, напишите, Алексей Алексеевич Ухтомский или Ухтомский принцип смещения доминанта коры головного мозга. Все прочитаете, вот вам туда ссылка. И вот у нас есть физиологический процесс, что когда у нас какая-то зона мозга, да, невротически очень сильно подвергается какому-то дистрессу, у нас мозг пытается рефлексорно переключиться на что-то другое. Но чтобы вот это доминантное переключение случилось, нужно, чтобы мы испугали за собственную жизнь. То есть, в колористике есть такой пример, черное забивает все, то в головном мозге страх смерти забивает все. Проще говоря, мы переключаемся на вот эти страшилки, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это. Не потому, что мы просто тревожно-мнительные, как нам любят говорить психологи, а на самом деле потому, что у человека есть определенное напряжение в коре, которое рефлексорно переключается на страхи смерти от разных мнимых событий, которые на какое-то время отключают истинную проблематику. Но, грубо говоря, вы не знаете, как принять решение с пьющим мужем. Вы мучаетесь долго, вы находитесь в зависимых отношениях с мужчиной, или вы находитесь в любовном треугольнике, и вы не знаете, как, вы не знаете, как выйти из этой ситуации, да, для вас ситуация объективно кажется, какой, объективно кажется безвыходной, вы не можете принять решение в этой ситуации, и в клинике невроза имени Бехтерева это называют, уходит в болезнь, то есть человек уходит в канцерофобию, кардиофобию, в всякие другие ипохондрии, потому что лучше я буду уходить в болезнь и бороться за жизнь, бороться за свое здоровье, нежели я буду решать вопросы с пьющим мужем, с беременной восьмиклассницей, значит, с любовником, с своими эмоциями, со своей мамой, с ее, значит, маниакальным воздействием на дочь, с чувствами к отцу и чувствами к матери, то есть, чтобы не решать вот эту, как бы, невозможную ситуацию, что человек уходит вот в эти ипохондрии, таким образом переключается. Станислав, я вот так вот на пальцах объяснил, что такое ипохондрия, вам стало понятно? Да, понятно. Единственное, а как вот определить, от чего ты переключаешься, если человек уже вот переключился и забыл, в общем-то, от чего, то есть, возможно, он потерял корень из-за мужа или из-за чего. Прекрасный вопрос, потому что суть невроза, невротических расстройств, он, суть этого во многом и связана с тем, что человек не осознает. Как говорил покойный, к сожалению, ныне Борис Дмитриевич Корвасарский, это главный психотерапевт страны, уже, к сожалению, нас покинувший, возглавлявший ранее отделение имени Бехтерева, да, отделение неврозов, вот он как раз-таки очень много говорил о том, что вот эта основная очаговая проблематика, она не осознается пациентом. То есть, человек в полной уверенности, что у него проблемы с сердцем, что у него проблемы с какими-то заболеваниями, которые не могут найти. Вот врачи у нас в России такие плохие, что никак не обследуюсь, обследуюсь, знаете, 15-й колоноскопии, ничего не нашла. И он приходит на 16-й, врачи уже говорят, ну, здравствуй, дорогая. Знаю мои случаи. Да, ты к нам как на праздник с колоноскопом уже своим пришла, да, то есть, а клиники частные, коммерческие, они говорят, ой, Екатерина Павловна, здравствуйте, раскошеливаетесь. Вот, во всех смыслах этого слова. Поэтому найти самостоятельно можно, но если вы проходите как раз-таки либо определенную подготовку, не хочется заниматься саморекламой, но вот как раз там, например, 18-й, там сезоны, которые я провожу онлайн, они как раз вот этому и способствуют, чтобы человек сам научился это понимать. Но, если говорить широко, то этим должен заниматься вы в присутствии квалифицированного специалиста. Потому что, понимаете, это называется не потому, что я хвалю психологию, психотерапию, а мозг так устроен, что как бы изнутри этой коробочки мы сами не всегда критически можем посмотреть. Нам всегда очень важно развивать вот этого стороннего наблюдателя и критическое мышление и вот работа с психологом, работа с психотерапевтом, оно во многом позволяет увидеть со стороны. Иногда, знаете, вот у меня клиенты, я 11 лет занимаюсь этой профессией и профессиональной, частной практикой, уже там давно за 10 тысяч часов перевалило. И я скажу вам так, иногда клиенты говорят, слушай, мы же не нашли чего-то такого уникального. Я с этим человеком, я с этой матерью, я с этой ситуацией живу много лет. Но она как бы очевидна. Но я никогда не думала, что на самом деле я все эти последние месяцы убегаю просто от решения этой ситуации. То есть очевидность как бы невротической базовой проблематики она всегда налицо. просто она для человека не очевидна. Они не придают этому значения. Уж так работают защитные механизмы. Они же поэтому называются защитные психологические механизмы. Алексей, а вот немножко к книге вернемся. А в книге, которую мы сейчас издаем, стоп тревога, там какая-то информация по этому поводу будет? То есть люди, прочитав ее, смогут как-то приступить к начальным хотя бы этапам работы над собой и эта информация очень подробно изложена в моей базовой книге, которую вы сегодня упомянули, которая также издана вашим издательством. Она называется «Невроза мегаполиса». Она по-разному в разных изданиях называлась по-разному. Я в порядке она сейчас так называется. Вот там это очень подробно и глубоко. А вот в издательстве втором, о котором мы сейчас говорим, там идут практические рекомендации непосредственно в истории ситуации самоизоляции, ситуации карантина, дома, когда человек находится. То есть я откровенно говоря не помню, что мы там говорили про ипохондрию, потому что там не стояла такой задачи. Так, ипохондрия разобрана в базовой книге. Она доступна на сайте АСТ, она доступна во многих интернет-магазинах, поэтому я думаю, что нашим читателям не составит труда найти ее. Тем более она очень доступна по деньгам. Мы еще в сторис прикрепим, чтобы все нашли. Ага. А еще именно по поводу, может быть, какие-то пожелания дадите нашим зрителям, по поводу режима дня, питания, что-то, чтобы люди все-таки меньше нервничали, то есть возможно больше движения спорта или что нужно, чтобы люди не в круговорот вот этих негативных мыслительных погружались. Но есть одна такая для психики секретная штука. Вы видите, как я одет? Да. А как вам кажется, почему? Ну, потому что вы, как бы, у вас рабочий день, грубо говоря. Верно. Мозг собранный, работаете все, все, вот, как бы, 10 лет. Абсолютно. Это чистой воды бихлеризм павловский. То есть, когда человек привык одевать пиджак, рубашку, галстук, это не для того, чтобы Красиков хочет повыделываться, да, а это глубокий психотерапевтический ход для мозга, потому что, когда я одеваю галстук, когда я одеваю костюм и сажусь работать с своими клиентами, я работаю на трансляции, я работаю, то есть, я нахожусь в ситуации мобилизации для мозга, это типичный доминантный стереотип. Если я в пижаме сажусь перед вами вести занятия, у меня мозг работает совершенно по-другому, поэтому первая рекомендация, если вы работаете на дистанционке, оденьтесь по-рабочему, вы удивитесь, как у вас поменяется подход. Вы проснулись, помылись, если у вас рабочий день, одели брюки, одели рубашку или там одели рабочее платье, то, в котором бы вы поехали на работу в офис. И вот тогда вы садитесь за компьютер и у вас тут начинаются телефоны, звонки, коллеги, коллеги, вы удивитесь, как вы начнете работать по-другому совершенно, нежели в футболочке, потому что вас не видно. Вот прям не ожидал, очень оригинальный подход. Это подход научный, физиологический. Причем, я думаю, многие даже, как бы, не все даже и голову успели помыть, а вы даже до костюма нашли. А я потому что понимаю, как работают рефлексы головного мозга, понимаете, я же понимаю, что если я хочу быть мобилизованным, мне просто надо повторить поведенческие стереотипы мозга, и все будет хорошо. То есть мне нужно напрягаться, мне достаточно просто одеться по-другому, и у меня мозг работает по-другому. Это доминантный поведенческий стереотип. А если я одел, значит, домашнюю футболку heavy metal, я сейчас не вам ни в коем случае не могу, а в целом, да, и я тогда, мне придется тратить энергию головного мозга, а именно глюкозу, для того, чтобы себя мобилизовать, сесть, напрячься, давай, захоти работать, захоти-хоти, напрягись. А если я сел, значит, я вот оделся, я, все, я сел на работу. Потом я, когда занятие закончу, я снимаю галстук, снимаю рубашку, иду в душ, одеваю домашние штаны, домашнюю футболку, заказываю пиццу, и поехали. Вот вы увидите, как ваш мозг совершенно по-другому будет себя чувствовать. А если, допустим, у человека сейчас нет удаленной работы, то есть, вроде бы, костюм, ну вот, может быть, и неуместен. Как ему в себя, как ему удержать свой мозг в тонусе? Смотря для, какая задача? Ну, чтобы не понятовать, опять же, все о том, чтобы человек не погружался в панику, переедание, в ссору с женой, там, во все вот это. Ну, здесь можно, как бы, смотрите, паника, переедание, ссора с женой. Ну, давайте вот, прямо вот я отвечу конкретно. Первая паника, переедание и ссора с женой. Станислав, вы прям подняли такие три темы фундаментальные. Ссора с женой? Мы еще в конце выйдем на эту самую. Ну, смотри, я просто человек, который любит глубоко, да, я не люблю такой поверхностный, в своей профессии историю. Смотрите, паника, переедание и ссора с женой. Это три отдельные, порой сочетанные, но три отдельные проблематики, о которых можно говорить. Первое, по поводу паники. Если мы говорим о панических атаках, как об автономной проблематике, то надо помнить одно. Ну, во-первых, это есть книги, да, там очень такое вот доступное по финансам руководство. Во-вторых, сейчас я напомню нашим зрителям, что все книги можно купить на Литрес. Да. Во-вторых, надо понять, что человек не может запаниковать просто вот так. Вот он такой сидит, такой дома и говорит, дай-ка я запаникую, да, или какой-то приступ вдруг раз, его испугал. Нет. Панические атаки это собственное видение угрозы в наличии каких-то физиологических или прочих обстоятельств. То есть, если человек начнет дома видеть угрозу из серии «А вдруг со мной что-то случится?» «А вдруг мне никто не поможет?» «А вдруг случится это?» «А вдруг, а вдруг, а вдруг» «А вдруг» и будет его причиной для паники. То есть, не нужно думать, что паническая атака, она сама, откуда ни возьмись, вас испугает. Вы можете сами себя испугать. Поэтому здесь методика это научиться перестать себя пугать. Если уже у человека есть панические атаки, то методика заключается в том, что нужно увидеть, что от того, что у человека будет паника или выбросится адреналин или возникнет там вегетатика на фоне тревоги, что за этой волной и за этой паникой не стоит никакой смерти, не стоит никакой проблемы. Нужно просто с помощью определенных упражнений ее перепрыгнуть. То есть, не нужно от нее бежать, а нужно, наоборот, расслабиться и нужно ее перепрыгнуть. Но об этом все подробнее есть в сборнике упражнений. Что касается переедания, Станислав, это вообще отдельная женская тема, потому что тут вопрос, понимаете, вот так просто с кандычка не объяснить. Переедание это компульсивный сброс напряжения. По точно такому же механизму работает, простите, мастурбация, работает курение, работает прочие игромании, работают прочие какие-то отвлекающие маневры. То есть, когда у девушки или у мужчины возникает повышенный уровень стресса, если она уже привыкла этот стресс съедать, как бы сбрасывать вот просто таким вот поведением, то здесь нужно целый проходить как бы обучающий курс, как от этой привычки избавиться. То есть, давайте так, переедание это привычка снимать стресс. то есть, если женщина или парень привык снимать стресс перееданием, алкоголем, курением, наркотиками, излишками как бы сексуального характера, излишками какого-то другого поведения социального или асоциального, то это вопрос, который надо решать с консультантом. Здесь же, Станислав, в переедании есть моменты, потому что есть женщины, у которых есть сопутствующие заболевания, такие как инсулиновая резистентность, сахарный диабет, ожирение, почечная недостаточность, гормональные изменения, поэтому эндокринологические изменения. Поэтому здесь нужна консультация с врачом раз, консультация с нутрициологом, диетологом два, и консультация с психотерапевтом три. То есть, особо говорит о переедании, о работе с этой проблемой. То есть, если девочка относительно стройная и у нее нет никаких дефицитов, у нее нет никаких отклонений от условной нормы, просто она иногда срывается в такую компульсивную переедание от стресса, то это как бы просто психолог, который специализируется на этом. Мы недавно проводили вебинар по этому поводу, он может помочь. Если у девушки есть уже лишний вес, есть инсулиновая резистентность, есть сопутствующие заболевания, то тут нужен бригадный подход. Тут нужно обследовать, тут нужно смотреть, какие есть физиологические нарушения эндогенные, какие есть проблемы с гормонами и с психологией, тут бригадный подход. Ну, а что касается третьей части, это ссоры с женой, отдельная тема, как раз ссорами с женой и мужем есть в этой новой работе, которую мы совместно сделали, посвящена этому в том числе, там и это есть. Что здесь я вам могу сказать? Я вас всех хочу разочаровать. Вы готовы разочароваться? Ну, да, пожалуй. Готов. Хорошо. Почему мы все знаем по Китаю, что у нас в Китае китайцы побежали разводиться? Здесь я хочу вас разочаровать несколькими факторами. Первый фактор, вы знаете, что у нас запретили браки, да? Да, Юра. Ну, как бы не работает это. Ну, да. Агентство это не работает, да, значит, многим повезло, потому что повезло здесь в чем? Представьте себе мальчика и девочку, которые решили пожениться. Вот у них такая идея, идея, да, в голову пришла, потому что им хорошо вместе. И они решили пожениться. Они говорят, надо подать заявление пойти. Ну, тут эпидемия, коронавирус, самоизоляция, и вот они забрикодированы дома. И вот ситуация выглядела как. выглядела как? Значит, какое-то время, какое-то время этот мальчик и девочка встречались, жили раздельно или жили вместе, но они уезжали на работу, они уходили к друзьям, они ходили в спортзал, то есть какое-то напряжение, которое иногда у них возникало, они как бы сбрасывали в окружающее пространство, скажем так. А вот на самоизоляции у них некуда ехать, некуда сбрасывать, и они такие сидят через месяц и говорят, как хорошо, что мы не подали заявление. У меня как бы есть некоторые вопросы. Поэтому очень часто по статистике много разводов в августе и в сентябре, потому что те люди, которые даже в принципе как бы встречались и они думали и расставаний, они думали, что все хорошо, когда они поехали в отпуск и две недели вместе попа к попе, попа к попе, нос к носу прожили, поняли, что они не готовы. Поэтому первое разочарование заключается в том, что многие не донесут и в этом им очень сильно фортануло, да, многие не донесут заявление, потому что поймут, что они как бы явно не готовы. Второе разочарование заключается в том, что вот эта самоизоляция и вот эта история покажет правду, а правду она покажет следующую, что, понимаете, вот я недавно, буквально сегодня отдавал интервью, я об этом говорил уже, что у меня молодой человек, который задавал вопросы, спросил, а что надо сделать, чтобы этого не случилось, то есть, да, Станислав, он говорит, а что надо сделать, чтобы не случилось разводов, как в Китае, да, молодец, а что вот надо сделать, и вот здесь я хочу вас всех расстроить, изначально надо себя не обманывать, изначально не нужно выходить замуж и жениться, потому что пора, потому что мама сказала, потому что три года уходили вместе, потому что Зинка уже женила, замуж вышла, и Маринка вышла. Я что, одна в девках хожу, шо ли? То есть изначально, если мы руководствуемся маразмом, то ничего хорошего из этого не вырастет. Потому что маразм, помноженный на годы, получается маразм в клубе. И ждать счастливых семей, ждать хороших браков, здоровых детей и здоровой атмосферы в семье, которая возникла, руководствуясь маразматическими убеждениями, ну, абсолютная чушь. Поэтому, когда мы сейчас увидим карантин, и мы видим, что правда поднимается, простите, на поверхность и плавает, А что происходит? Жена и муж, у которых накипели недосказанности, претензии, обиды, разочарования, неоправданные ожидания, неоправданные сексуальные потребности и прочее, что с этим связано, они раньше смогли уехать к любовнику, к любовнице, к подружкам, к друзьям, на работу, в кафе. Я не знаю, просто прокатиться. Сейчас они лишены этой возможности, они действительно могут поубивать друг друга. Вот в прямом ужасном домашнее насилие, вот эта история, да, популярная. А это правда, потому что, представляете себе, напряжение, которое раньше выходило вот в социум, сейчас заперто дома. А почему? Опять же, фундаментально. Потому что фундаментальная ошибка. Вот я занимаюсь там анализом трейдеров, да, психологов. Ну, я, если честно, не говорил никогда об этом. Я там много лет занимался помощью фондовым брокерам. То есть я занимался, скажем так, восстановлением психического опорота людей, работающих на фондовой бирже. И я сам в этом году увлекся как частный трейдер. Но я много лет занимался психологической подготовкой. Поэтому то, что я понимаю в фондовом рынке, связано не с технической частью, а с фундаментальным психологическим поведением людей. Так вот я к чему, Станислав? Я к тому, что есть в фондовой бирже такое понятие, как фундаментальные вещи и технический анализ. Вот если вы фундаментально себя обманываете, выходя замуж, фундаментально не проводите с собой работу с точки зрения общения, с точки зрения взаимодействия со своим партнером, вы не можете выражать свои чувства, вы обманываете себя периодически куда-то уезжая, развлекаясь, вы фундаментально ошибаетесь, то в долгосрочной перспективе вы обречены на катастрофу. А если взять все же какие-то уже чуть ближе к делу? Ну то есть большинство же людей не идеальны, и вот они уже оказались в заперти, и у них все переходит к тому, что сейчас все горячо обсуждают. То есть домашнее насилие, я посмотрел, вы эту тему поднимали, там в комментариях женщины бьют мужей. Я это увидел первым делом. Что с этим, то есть если накаляется обстановка между супругами, вот прямо вот они уже, как они могут взять ситуацию эту под контроль, что посоветуете? Смотрите, здесь надо просто сделать так, чтобы они как минимум друг друга не переубивали. То есть надо провести домашнее собрание, сказать, дорогая, похоже дело, у нас действительно накопились друг к другу претензии, и мы оба имеем повышенное напряжение. Сейчас в условиях вот такой вот, как бы, заперти, мы оба можем сорваться. Давай с тобой, значит, попробуй максимально как бы разделиться, дистанцироваться, чтобы ты могла спокойно быть в комнате, когда тебе нужно, я спокойно был в комнате, когда мне нужно. То есть надо принудительно развести стороны в разные углы, в том смысле, чтобы они не накаляли ситуацию. Во-вторых, надо взять такой мораторий на избиение, в кавычках, друг друга. То есть сказать, что пока у нас вот эта ситуация в стране, мы не выясняем, и мы не деремся, мы не ругаемся, да, мы не машем руками, мы все это обязательно обсудим, но когда выпустим градус, иначе можно наломать дров. Ну и третье, это в принципе, когда вот все закончится, и вы сможете выдохнуть, и вот эти двери метафоричные откроются, вот тут надо садиться и смотреть правде в глаза. И, Станислав, я предполагаю следующий исход развития событий. 50% пар, которых мы сейчас обсуждаем, они, скорее всего, это проглотят, потому что они убегут в кафе, убегут на работу, убегут к друзьям, и как бы оставят все это вяло текущее. А другие 50% сядут и поймут, что они все-таки поняли, что как бы сори. Поэтому, скорее всего, летом мы увидим гораздо больше статистических, даже не столько разводов, хотя, возможно, и разводов тоже, но расставаний. Во-вторых, тут еще такой фактор, о котором многие не говорят в социальных медиа, это то, что люди гораздо больше проводят время в соцсетях. И представьте себе ситуацию, совпадение. У вас с молодым человеком или с женой и так были, да, вот эти вот проблемы, о которых я говорил, они поднялись на поверхность из-за отсутствия возможности сублимации, и вы уперлись в социальные сети, а вам там много внимания, вам там много эмоций, вам там милое доброе утро, спокойной ночи, ты поела, покушала, а как ты спала? И она говорит, оказывается, что мир-то какой интересный, разнообразный. И вот здесь возникает коса на камень. В общем, убираем социальные сети или оставляем? Ну, холодное оружие убираем, я понял. Холодное оружие убираем, социальные сети нельзя убрать, потому что институт брака был очень сильно подорван, когда Цукерберг сделал Фейсбук. То есть, женщина или мужчина сейчас увидит правду, на основании чего он принимал решение, раз, как он умеет договариваться с собой, с партнером, два, и когда он видит разнообразие и доступность, альтернатив, три, как он будет с этим обходиться, четыре. То есть, сейчас огромное испытание на правду у людей в социальном пространстве и в личном пространстве, в личной жизни будет происходить. И я больше, чем уверен, что большинство правды будет негативной. Я вот прям предполагаю. Ну, я просто изучаю людей 11 лет, и я просто знаю, чем они руководствуются при принятии тех или иных решений. Поэтому я думаю, что 70% правды будет негативной. Ну да, как обычно. А может быть, минутку рекламы познакомите зрителей, кто не знает, что они могут у вас, может быть, какие-то программы изучить на странице, на сайте, чтобы решить вопросы, которые у них сейчас на крипте. У меня на канале в YouTube Невроза Мегаполиса есть большое количество бесплатного материала по паникам, тревогам, депрессиям и неврозам. Если кому-то нужны бесплатные материалы именно по паническим атакам и страхам локально, они могут написать мне в директ просто две буквы ПА, и я все вышлю в директе бесплатно. У нас сегодня стартует точка роста, но я на нее приглашать не буду, потому что это отдельная программа по разбору кейса. То есть я, ну, грубо говоря, я в отличие от многих моих коллег, которые просто пишут про психологию и пишут в Инстаграме или снимают ролики, я показываю онлайн-разборы. То есть, например, приходит ко мне вебинар, да, идет там 200 человек, люди пишут свои запросы, мы быстренько выбираем запрос, и анонимно я его онлайн разбираю. То есть чека только слышно, но не видно. И вся аудитория видит реальную работу разбора кейса. Таким образом, я показываю саму фундаментальную работу разбора ситуации, а не просто декларации в интернете психолог. Вот это очень важно. Ну и больше тут особо рекламировать нечего. Но есть Телеграм-канал с подкастами, есть Инстаграм с интересными статьями. Я вообще не очень люблю заниматься вот такой вот навязчивой историей, потому что мне кажется, что кому я нужен, тот и так меня найдет. Теми или иными путями, да. Давайте тогда еще напомним нашим зрителям, что опять же и на темы паники, неврозов и все темы, которые мы сегодня обсуждали, на все эти темы, все эти темы в той или иной степени раскрываются в книгах ваших, Алексей, которые можно купить на электрессе электронные версии книг. Также можно заказать доставку на БУГ-24, то есть подробнее ознакомьтесь с информацией вы можете в книгах, о которых мы сегодня упоминали. Еще раз я скажу позже. Совершенно верно. А довольно много, Алексей, было вопросов по паническим атакам, как это ни странно, мы же много обсуждаем. А может быть... То есть о теории мы много говорили, возможно, мы сможем сделать какое-то упражнение вместе с нашими зрителями, одно или два. Если уже наступила атака, то есть человек чувствует, что все это взорвалось? Во-первых, я хочу пригласить всех на большое бесплатное упражнение по паническим атакам. Они будут 3-4 мая. У нас есть в ленте анонс, и в шапке профилей вы можете абсолютно бесплатно принять участие. Там будет два больших урока, где мы практически будем все это отрабатывать. Если говорить сейчас о конкретных рекомендациях, надо помнить одно. Паническая атака работает только тогда, когда ты от нее убегаешь, и когда ты убегаешь от метафоры, что вот-вот я умру, вот-вот я умру, вот-вот что-то случится. Вот на вот этом стыке вот-вот что-то случится, ты включаешь сопротивление. Только бы не случилось, только бы не умереть, только бы не потерять сознание, только бы не потерять контроль, только бы нет. И вот само напряжение это как бы борьба между только бы не случилось и нарастающим ощущением, что сейчас это произойдет. Поэтому фундаментальная работа с панической атакой заключается в том, чтобы вы убрали вот это вот только бы не произошло, а наоборот шагнули с просертыми объятиями на эту гипотезу. Со словами, давай еще сильней, что-то сегодня сладенько, что-то ты меня сегодня как-то странно пугаешь, слабо, давай, сегодня на семерочку, обычно было на 12, давай еще сильнее раз, давай еще сильнее два, давай еще сильнее три, так, куда падать, сюда падать или сюда, так, все, падаю в обморок, раз, два, три, ну, в обморок, опа, так, умираю, инфаркт, ага, давай, инфаркт, ну, заберись, инфаркт, давай, давай. То есть вот парадоксально вот так себя троллить, по-другому и не назовешь, это единственный научный поведенческий способ купировать приступ паники и вообще вылечиться от этой проблемы. Потому что пока мы, ой, только бы нет, ой-ой-ой, ой, только бы, значит, кроволольчик, мама на телефоне, сестра там на поводке сзади где-то, значит, скорая, скорая, вот пока у нас такое защитное страховочное поведение, мы будем это таскать с собой долго. Как только мы порвали, значит, лифчик на груди и сказали, ну, давай, давай, прямо здесь и сейчас, давай, еще сильнее, ну, и вы начинаете тужиться со словами, давай, еще сильнее, сейчас буду тут помирать, вот тогда это начинает проходить. Ну, это так, если в двух словах. Напомню тем, кто только что присоединился, мы о панических атаках. Да, а то они думают, что, Тёма, лифчики рвем на груди. А по поводу вот заключений, да, по поводу вот этого кризиса с ковидом-то, вот старайтесь изолироваться от потока информации о, там, вселенских заговорах, о, кто там, Китай, там, Билл Гейтс, не Китай, старайтесь ограничить себя от большого новостного фона, раз. Старайтесь только искать новостной фон под названием «Когда снимут карантин?» и «Как он будет сниматься?» – два. Помните о том, что мир вернется абсолютно к привычной жизни, и уже где-то в сентябре-октябре вы это вспомните три. И самое главное, помните, что этот карантин считайте такой серьезной учебной учениями, которые выявили в мире и у вас лично, и в домохозяйстве, и в личности очень серьезные просчеты. И посмотрите на листе бумаги, какие просчеты, какие недостатки выявил этот ковид. Я имею в виду прежде всего, что по исследованиям Сбербанка, которые были опубликованы пару дней назад, выяснилось, что подавляющие, я сейчас не помню цифру, но что-то около 70-80%, подавляющее большинство россиян не имеет никаких накоплений. А теперь представьте себе ситуацию, что если бы у подавляющего большинства россиян были накопления, измеренные месячным бюджетом, умноженные на три. Россиянам, которым нужно было сейчас сесть дома, достаточно было позвонить только в Сбербанк и сказать, у нас ЧП, разблокируйте мне, значит, тремя порциями мой бюджет, мой депозит, например, да, грубо говоря. И Герман Отскович бы сказал, так, у вас там 150 тысяч, значит, по 50 тысяч в месяц, да, да, все. И вот тогда никаких бы эмоциональных и финансовых бы серьезных потрясений бы не случилось. Но поскольку у нас население экономически не суперграмотное, я рекомендую, первое, как только закончится это ваханалие с изоляцией, с карантином, и вы приступите к заработку, добыванию денег, поставьте себе задачу в течение полугода, года просчитать свой бюджет на месяц. Это коммунальные кредиты, плюс еда, нормальная жизнь, умноженное на три. И поставьте себе задачу до конца года или до середины следующего года отложить этот трехмесячный депозит в банк, потому что, судя по всему, есть большая вероятность рециркуляции этих эпидемий. И мы должны быть готовы, что в любой момент страна может сказать, а ну-ка, зайчики, на месяц дома хлоп, и все раз, быстро перевелись в диджитал, доставка и, значит, мобильная система сразу заработала, медики сразу перестроились, в банки позвонили, депозиты сняли, государство банком денежку подкинуло, все работает прекрасно. Вот тогда у нас система будет устойчива, и я думаю, что это сделать не так уж и тяжело, потому что сделать на таком уровне депозитарии в банке вполне реально раз, государству помочь нужно будет только банком два. Сейчас же предприниматели домохозяйства все пищат, потому что денег нет. Ну, зайки, но, блин, но мы живем в эпоху рыночной экономики, но почему у тебя нет отложенных денег на два-три месяца твоего домохозяйства? Это вопрос не к государству, это вопрос к тебе. Как бы сейчас меня не троллили за эти слова, но это правда. В общем, взывая вас, зрители, к ответственности личной, мы сами отвечаем за служение. К ответственности перед теми мыслями, которые вы думаете, к ответственности перед теми привычками, которые вы привыкли, к ответственности перед теми выборами, которыми вы руководствуетесь, к ответственности перед собственными убеждениями и принципами, к ответственности перед своими финансами и абсолютно финансовой безграмотностью. То есть вот я призываю только к этому. И если бы это было по-другому, мы бы сейчас не видели такое кризисное явление. Ведь американцы, они же, конечно, переживают, но они прекрасно понимают, что у них очень много резервов. Они говорят, ну да, мы сейчас раскошелимся, туда триллиард, туда триллиард, ну как бы окей. Но они говорят, мы очень быстро восстановимся. Я вообще считаю, что к Новому году американские индексы будут уже на хаях. Ну, в смысле, восстановятся. А мы будем учиться копить денежку, понимаете? Вот давайте, так как эфир подходит к концу, какую-то про нас все-таки оптимистичную, мажорную ноту. Что хорошего? Оптимистичная, мажорная нота в следующем. Эпидемия коронавируса дала вам хорошую учебную тревогу, чтобы посмотреть, где ваши серьезные просчеты. Это касается личной жизни, это касается отношений финансов и работы. Делайте выводы, посчитайте это точкой эволюции, посчитайте это возможностью оттолкнуться на новый этап развития, а никак не смотрите фильмы про апокалипсис, зараженные, пришельцы, мировой, значит, чипированный заговор, сокращение населения. У нас смертность по стране от коронавируса, простите меня, 1%, о каком сокращении населения идет речь? Что это такое? Да, у нас от воспаления легких, от пневмокока 35 тысяч в год умирает, сокращение. Соответственно, делайте выводы. Более критично нужно подойти к самому себе, потому что то, как наши люди побежали гречечку покупать с сахарочком в первую недельку, конечно, очень хорошо клинически показала ситуацию с интеллектом. И я вам честно могу сказать, все, что я видел с гречкой, все, что я видел с поведением людей, мы тест на эмоциональный интеллект не прошли. Ну, будем работать. Ну, это хорошо, потому что, понимаете, когда вас вызывает директор, говорит, Сидоров, у тебя два, надо заниматься. Сидоров говорит, ну да, буду заниматься. Но по большому счету мы сейчас так и, мы в такой ситуации. Позитивного здесь сказать только одно. На любом кризисе есть отскок. Есть отскок экономический, есть отскок личностный. Поэтому, скорее всего, больше позитива будет следующим, что если вы потеряли работу, если вы потеряли отношения, если вы потеряли, 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 я вас уверяю, что пройдет полгода, вы вспомните мои слова и скажете, да, я потеряла, но благодаря этому я нашла гораздо лучшую работу, гораздо лучшие условия и гораздо лучшее отношение. И этому кризису скажете спасибо. Ну, все. Вывели мы, наконец, на оптимистичную ноту. Ну, большое спасибо, Алексей, что пришли и хотел сказать к нам, что мы сегодня провели этот совместный эфир. По-моему, был очень хороший эфир, я думаю, зрители тоже довольны. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Всегда рад. Буду ждать приглашения. Спасибо. Хорошо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Пока. Дорогие зрители. Напомню, что сегодня мы общались с Алексеем Красиковым, психологом, экспертом по эмоциональным расстройствам и стрессоустойчивости, основателем школы эмоционального интеллекта, автором бестселлеров невроза мегаполиса и самопомощь при неврозах. Мы сегодня поднимали много важных тем. Среди них были такие темы, как панические атаки, тревоги, домашнее насилие. На эти темы вы можете прочитать в книгах Дмитрия Красикова. Напомню, что это аккаунт редакции АСТ, мы издаем книги. И, соответственно, в книгах Алексея вы можете прочитать про панические атаки, тревоги и, в общем-то, почти про все, о чем мы сегодня говорили. Их можно заказать на Литресе, сайт Литреса, электронные книги, аудиокниги. Или вы можете заказать бесконтактную доставку книг Алексея на сайте БУК-24. Чуть позже мы в сторис к нам прикрепим ссылки на Алексея, то есть можно еще будет так сделать. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Напоминаю, что в честь карантина, для того, чтобы вы не скучали дома, мы запустили серию прямых эфиров с нашими замечательными актерами. В ближайшее время, на следующей неделе, если не ошибаюсь, 8 мая, мы собираемся пообщаться с Натальей Красновой. Тоже будет замечательный эфир. Ждем вас всех, следите за нашими новостями. Всем спасибо. До свидания. С вами был Стас.